Буквально через несколько дней здесь, в сквере «Юность» будет представлена новая фотовыставка, и все желающие смогут познакомиться с трудовыми династиями Ленинского района. На выставке будут представлены фотографии с изображением трудовых династий Ленинского района, учителей, врачей, работников культуры, тружеников коксогазового завода. Ее организация заняла немало времени. Вначале разбирали фотоархивы историко-культурного центра, обращались к краеведам, искали семьи, в которых сохранился архив их династии, а после выбирали фотографии, печатали и ламинировали. Есть такие фотографии интересные по содержанию, но плохие по исполнению. То есть они не плохо исполнены, а плохое хранение. То есть залиты там чем-то, чернила, капли, грязь, понимаете, ржавчина какая-то. Вот когда сканируешь эту фотографию, а потом ее нужно приводить в божеский вид. И вот над этим приходится долго работать. А тем более работать над человеческим лицом – это кропотливо. Ленинский район может гордиться своей трудовой историей. Общий трудовой стаж многих семейных династий измеряется веками. И это заслуживает большого уважения. Показать людей труда. Показать вот тех людей, которые очень долго проработали на предприятиях нашего района, и которые, безусловно, внесли огромный вклад в развитие этого района. Многие из них награждены и знаком главы, и почетными грамотами, благодарностями. Но мы хотели, чтобы люди знали этих людей в лицо и, наверное, брали с них пример, особенно молодежь. Так, например, в экспозиции будут представлены фотографии учительской семьи Афросимовых. Их общий педагогический стаж составляет более 320 лет. В далеком 1892 году коллегский секретарь Сергей Афросимов построил в своем родовом поместье школу. С тех пор в их семье все работают учителями. Михаил Володич был преподавателем учителя физической культуры. Общий педагогический стаж этого преподавателя 43 года. К сожалению, этот фото-вернисаж не сможет рассказать обо всех трудовых династиях нашего района. Но организаторы планируют в будущем рассказать и о других наших замечательных земляках. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошлева, Видное ТВ.